Девушки отдыхают ИСУ-152, и чтобы посмотреть на неё, мы снова вернулись в Падикова. Конструкторы учли недостатки её предшественницы. На ИСУ-152 устанавливался другой механизм управления, другие прицелы, и, что важно, она была лучше бронирована. Она получила 90 мм брони, тогда как у СУ-152 было всего 60 мм. Рассмотрим мы её в нашем привычном режиме, сначала снаружи, а потом внутри. Думаю, я в неё помещусь, отделение экипажа выглядит довольно просторным. ИСУ-152, конечно же, строилась на базе тяжёлых танков серии ИС. Лобовая деталь первых моделей была летая, как эта, а в более поздних моделях — сварная. По серийному номеру, который выгравирован и на передней части корпуса, и на смотровом окне мехвода, можно определить, когда была выпущена машина. Первые три цифры — 241 — это код машины. Следующая цифра 4 означает год выпуска — 1944, 03, март. Наконец, цифра 154 означает, что это была 154-я машина, сошедшая с конвейера в этом месяце. Отмечу также, что это модернизированная ИСУ. Некоторые детали, такие как решётки на фарах, являются послевоенной модификацией. Также мы увидим и другие во время нашей экскурсии. И ещё в передней части машины установлен клаксон. Без него никак. Так, для обороны в ближнем бою экипаж мог вести огонь из личного оружия через две бойницы. С этой стороны бойница заварена, а с другой находится в рабочем состоянии. Буксировочные крюки, запасные траки и, конечно, большая пушка. Двигаемся вдоль корпуса. Здесь ещё одна послевоенная модификация. Это небольшая полка для набора инструментов. Эти небольшие петли, назовём их так, являются местами крепления брезентового чехла, которым можно было замотать маску орудия. Как я уже говорил, броня ИСУ лучше, чем СУ-152. Лобовая броня толщиной 90 мм под углом 30 градусов. Боковые бронелистые рубки имеют толщину 75 мм и расположены под углом 15 градусов вертикальной проекции, а также изогнуты внутрь в горизонтальной проекции. Чуть дальше находится габаритный огонь и шансовые инструменты. Ближе к корме находятся дополнительные топливные баки. Изначально на ИСУ устанавливалось 4 90-литровых внешних бака. В отличие от таких танков, как Т-34, внешние баки являлись частью топливной системы. Внешние и внутренние баки соединялись с топливопроводами. Но внешние баки на этой машине не являются оригинальными. Это баки с воздушным компрессором, которые установили позже. Ходовая часть целиком от танков серии ИС. По 6 пар стальных катков с каждой стороны. Резиновых бандажей на катках нет. Мне сказали, это катки с внутренней амортизацией, как у «Конкорера» или некоторых немецких машин. Индивидуальная торсионная подвеска у каждого катка. Каждый каток оснащён отбойником рычага балансира на борту машины, который не даёт слишком сильно сдвинуться вверх и сломать торсион. Ленивец выглядит очень похожим на катки, но, как мне сказали, они немного отличаются. Ширина гусениц 650 мм. Это литые гусеницы довольно простой конструкции. В отличие от большинства советских боевых машин, траки гусениц ИСУ идентичны — центральной направляющей. Траки однопальцевые, пальцы закреплены зажимом и шайбой. Натяжение гусениц — старая школа. Здесь обычная винтовая система. Снимаете планку, берёте большой гаечный ключ и вращаете его, чтобы сдвинуть ленивец вперёд или назад. Вот и всё, гусеница натянута. В задней части корпуса броня также расположена под наклонами. Возможно, это было и необязательно. Добраться до внутренних механизмов можно несколькими способами. Для проведения стандартного обслуживания нужно открыть вот эти люки, под которыми находится трансмиссия. Интересная особенность, которую редко встретишь в советской технике — резиновая подушечка, чтобы люк не бил по корпусу танка, когда вы его откидываете. Для более детального обслуживания нужно открутить болты по периметру этой панели. Края панели с резиновой прокладкой. Благодаря торсионной штанге на петлях панель открывается довольно просто. Но если нужно провести полномасштабное обслуживание, придётся открутить ещё больше болтов и снять заднюю панель целиком. Топливные баки послевоенные. Предположительно, это баки от Т-72, но точно не оригинальные. Ниже находятся буксировочные крюки. Габаритные огни, такие как этот. С левой стороны находится место для бревна. И ещё одна послевоенная модификация. На русскоязычном форуме постоянно спрашивают, ну почему он всегда говорит о бревне, как будто это что-то интересное. Но ведь это и правда интересно. Ведь только на советских танках есть бревно. А для зрителей на западе, если они не знают, зачем здесь бревно, оно для самовытаскивания, если танк застрял в грязи. Нужно прицепить бревно поперёк гусениц и продвинуться примерно наполовину их длины. Таким образом, у танка будет достаточно сцепления, чтобы выбраться из грязи, или если танк сел на днище. Ну а потом возвращаете бревно на борт и продолжаете движение. Чуть левее и выше третьего катка находится люк. Он использовался для более удобной погрузки снарядов. Чтобы танкисты не таскали 152-мм снаряды через крышу машины. Моторное отделение ИСУ очень похоже на моторное отделение других машин той эпохи. Оно хорошо бронировано. Вентиляционное отверстие находится по бокам. И ещё одно большое сзади для трансмиссионного отделения. Этот небольшой купол системы охлаждения, типичный для танков серии ИС, немного мешает, если вы спите на корме машины. Здесь может поместиться два человека. Неплохо. Да и вообще здесь должно быть тепло и хорошо, если двигатель работал целый день. Под крышкой моторного отделения находится двигатель В2ИС. Моторное отделение довольно тяжело бронировано. К счастью, в крышке люка есть заглушка, так что не приходилось поднимать весь люк целиком, чтобы получить доступ к баку складогенов. В2ИС — это дизельный двигатель мощностью 520 л.с. Здесь также установлен мультициклонный воздушный фильтр. Для запуска двигателя в очень холодную погоду применялся обогреватель в самом воздушном фильтре. Топливо впрыскивается в обогреватель, где находится высоковольтная свеча зажигания. Поступающий воздух нагревается, и двигатель тогда завести гораздо проще. В системе охлаждения есть обогреватель впитильного типа, который не только подогревает складоген, чтобы он не был замёрзшим при старте двигателя, но ещё и обогревает отделение экипажа. А ещё есть система запуска двигателя с помощью сжатого воздуха, так что эта машина могла работать и выполнять задачи в условиях холодной погоды. Сейчас я опущу крышку, надеюсь, я не сломаю себе спину. Концепция бронирования на большинстве советских танков касалась даже крышек горловин масляного и топливного бака. С помощью квадратного гаечного ключа нужно долго отвинчивать эту крышку. Мы её уже чуть открутили. Видите, какой это толстый кусок металла? А ведь это всего лишь крышка. По выхлопной трубе с каждой стороны дым выходит в сторону прямо над топливными баками. Правда, топливо дизельное, вряд ли это как-то навредит бакам. Вообще считается, что внешние топливные баки — это не очень хорошо. Но на самом деле это не такая проблема, как многие думают. Во-первых, скорее всего, баки будут уже пусты к тому времени, как машина вступит в бой, а то и вовсе будут сброшены. Во-вторых, если бак полный, то он не загорится, потому что там не будет кислорода. Если бак пробили и топливо вытекает сбоку, оно будет гореть вне танка, если будет гореть вообще, или просто вытечет на землю. Не такая уж это и большая проблема. В задней части надстройки со стороны заряжающего находится большой двустворчатый люк, через который очень просто забираться внутрь. Верхняя створка откидывается вперёд, нижняя, соответственно, назад. Створка довольно тугая, так что применим хитрость. Люк очень толстый и совсем нелёгкий. Крепится он на двух держателях. Броня в корме танка, извините, ПТ-САУ, толщиной 75 мм. Довольно толстая броня. Положу-ка я лом. Правее находится третья бойница для личного оружия, например, автомата. Также здесь можно было установить шкворень для пулемёта, вести огонь из которого могли члены экипажа, сидящие в задней части рубки. Люк замкового установлен на шарнирном кольце, поэтому можно развернуть пулемёт, чтобы замковый мог вести огонь вперёд. Люков для экипажа в ИСУ хватает. Кроме большого люка заряжающего и люка замкового, по центру справа находился люк командира, а слева — люк мехвода. Перед люком мехвода есть небольшое отверстие для топливного бака мехвода. Да, у него есть свой бак. И, наконец, бронированный кожух вентилятора находится прямо по центру. На этом мы закончим первую часть, а в следующей, конечно же, заберёмся внутрь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин